В эфире программа в центре внимания. Сегодня у нас в гостях автопутешественники, известные автопутешественники Владимир и Галина Ихно. Рады вас видеть. Здравствуйте. Взаимно здравствуйте. А Владимир в одиночку, еще без Галины тогда, покорил, прошел кругосветку. Это правда? Ну, я был не один. Но действительно, кругосветка была в нашей жизни. Но мне кажется, что это было так далеко. Это была прошлая жизнь. Но это было? Это было. Какой это был год? Мы путешествовали с 14 по 17 включительно. То есть вы путешествовали 3 года, не делая перерывов? Да. На машине? На машине, да. Очень много в интернете, в сети встречается программ на автомобильную тематику, связанную с вами. Вы объясняете, как оборудован автомобиль. Какой, кстати, это автомобиль? Это Nissan Safari от 96-го года. И вот он смог покорить мир практически? Да, практически. Он жив? Ниссан Safari, он жив? Он жив и продолжает путешествовать уже по нашей родине. 96-го года он еще бодрый? Да, он бодрый. Вполне. Но, правда, я очень бережно к нему отношусь. Ну, я не знаю, как можно столько объявить. Он является другом, и мы друга бережим. Есть у него какое-то имя? Ну, имя нет. Вот. Ну, так. Сафарь. Сафарь? Да. Кругосветка – это очень интересно, конечно. Я представляю, сколько всего вам удалось повидать. Но мы с вами сегодня хотели поговорить о ваших трех путешествиях на Колыму, путешествиях по России. Три года подряд, летом, вы ездите в одно и то же место, на Колыму. Почему? Чем этот регион так интересен? Вы знаете, когда было наше первое путешествие, по сути дела, это была поездка в Якутию по приглашению наших друзей. И когда мы приехали в Якутию, побывали на невероятном восхитительном празднике Исых, находясь там, мы решили, почему бы не поехать и на Колыму, до Магадана. Это, как правило, маршрут, известный маршрут для всех. Для кого маршрут известный? Для всех туристов, которые путешествуют в Якутию, ну и до Магадана, в том числе иностранных. Те, кто едет в Якутию, обычно захватывают и Колыму. Да, 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 да. Вот. Она рядом, ну как же так вот. Дорога от Якутска называется Колыма, трасса Колыма. Вот. И впервые попав в те места, они захватили. Чем они вас захватили? Они захватили невероятной красотой, такой суровой, но подобного нигде нет в мире. И люди. Люди. Общение с людьми, да. Каждое путешествие, будь то кругосветка, будь то короткое путешествие, это, как правило, не как правило, это всегда встреча с людьми. И люди севера, они нам очень близки. Вот. И это путешествие, путешествие, встреча с людьми. Они забываемые. Галина, ну я понимаю, Владимир, да, он по жизни бродяга, да, он там весь мир объехал, но вас-то как на Колыму занесло? Ну тяжело же, наверное. Мы вместе. Просто вместе. Вы какие функции выполняете в путешествии? Ну, Владимир, это водитель, он же автомеханик. Вы не водите? Вот. Я эту машину не вожу. Вы пассажир? Механику я не вожу, да. Мои функции, ну, конечно, приготовление еды обязательно, завтрак, обед, ужин. Это раз. Дальше это съемки того, что мы видим. То есть вы оператор? Да. Ну, вы видеооператор, ваш коллега. Последнее путешествие, уже снимали больше видео. Ну, вот здесь нужно добавить о том, что Владимир, он уже тоже блогер со стажем, его знают в интернете, он довольно известная персона, не только в Приморье уже, но и в стране. И вот, получается, вот этот вот блогерский проект, вы его продолжаете. Автопутешествие с Владимиром Яхнов. Да. А что вы пишете, о чем писать любите? Просто детали путешествия? Больше, ну, вот в последнее время, если мы берем Колымский, да, путешествие, то здесь, наверное, связано место, его история узнается, что там было. Потому что Колома, на самом деле, сегодня это много заброшенных мест. Брошенные поселки, брошенные, ну, на карте обозначена территория даже с названием поселка. То есть, попадая туда, хочется узнать, что там было раньше. Знакомство с людьми. Удается иногда видеть фотографии старые. Знакомство с людьми, ну, происходит очень интересно. И когда мы едем, вот первым путешествием мы едем, начинаем учаться через Инстаграм с людьми и узнаем, что человек, оказывается, живет у нас на соседней улице. Детство провел на Колыме, да. В следующем путешествии мы уже едем, встречаемся с его отцом. Он нам показывает город, который уже заброшен, и мы узнаем, что там было, как там жили люди. Вы так говорите, как будто Колыма – это такое какое-то известное курортное местечко, куда все едут. Вы знаете, встречаясь с людьми, которые раньше жили там, вот, они говорят о самых счастливых годах, которые прошли на Колыме. Вот, это удивительно просто. И есть люди, мы общаемся с многими колымчанами, которые говорят, что Колыма снится. А вам снится? Она тянет, притягивается к себе. И в последнем нашем путешествии, третьем Колымском, она не отпускала нас. Было ощущение, что мы там останемся. Не шутите так. Ну, неудивительно, да, что самая известная фраза про Колымута – это «будете у нас на Колыме», нет, уж лучше вы к нам. У многих людей складывается, сложилось впечатление о том, что Колыма – это гулаг, это трагедия, это боль. Варлам Шаламов. Да, да, да. Разве не так? Вы знаете, мы открыли для Колыма это и так, и в то же время говорить только лишь о трагедии боли нельзя. Почему? Потому что это был расцвет. Это геологи-романтики, которые открывали золото, искали природные ископаемые. Вот, одни названия перевалов мест, ну, допустим, перевал Танго, перевал Риорита. Ручей приветливый. Да, поселок Джульетта, озеро Джека Лондона. Говорит о том, что люди очень интересные. Ну, я думаю, что вот они заложили романтику этих мест. А затем была трагедия, затем были эшелоны, паромы, пароходы с заключенными. А кроме того, оказалось, что героический труд вольнонаемных, а потом люди, которые там остались на Колыме, уже после того, как закрыли лагеря, они этот край сделали цветущим. Цветущим? Да, да, именно цветущим. Ну, говорите о том, что там выращивались прекрасные урожаи, вот, и сейчас, видя Колыму и видя людей, которые продолжают жить на этой земле, давать урожаи, это нечто, скажем так. Вот, и... Но, тем не менее, народ убегает потихонечку. Вы знаете, народ убегает, но это всегда было на северных территориях. Люди приезжают туда заработать денег, кто зачем. Северные надбавки. Да, да, получить северные надбавки, коэффициент, уехать на материк, вот, и жить, продолжать жить. А кто это твой, кто это тот турист, который едет на Колыму? Что это за человек? Я думаю, это романтики. Что это за персона? Я думаю, это романтики дорог. Почему он поехал не в Анталию, да, там, не в Краснодар, не в Крым, а почему-то на Колыму? Ну, поверьте, что, вот, осознав, что этот край был когда-то цветущим, и у людей прошло счастливое детство, счастливая жизнь, вот, я говорю, что Колыма снится, не зря она снится, вот, приходишь к выводу, что, наверное, что-то есть такое, что позволяет людям создавать землячество колымские, магаданские, там и других поселков, вот, и их всех все равно продолжают тянуть. Потому что там осталась счастливая жизнь, счастливое детство. А территория Куваева, это же тоже Колыма про золото? Это Чукотка, да. Это Чукотка? Да, это Чукотка, да, но это то же самое. Это золото, это замечательное произведение, которое следует прочесть, наверное, каждому, вот, потому что... Есть еще фильм? Я фильм смотрел, да, книгу. Два варианта, причем фильм? Ну, я один вариант смотрел, вот, мне очень понравилась песня оттуда, она у меня на флешке, вот, но книга, книга, это... Ну, правда, современный вариант территории снимали вообще не на Чукотке, не на Колыме, а на плато Путорана. То есть немножечко, чтобы разнообразить, видимо, пейзаж. Возможно, да. Возможно, художественно. Что на Колыме вы увидели такого, что вас поразило? Может быть, что, что не ожидали увидеть? Мы, ну, начнем с того, что мы ожидали увидеть что-то заброшенное, трагедию, вот, мы узнали, какая трагедия произошла в 90-х годах, но увидели, что люди остались там, вот, увидели, что люди живут, и они счастливы. Есть совершенно заброшенный поселок, где ничего нет совершенно, ни медицинской помощи, ничего нет совершенно, нет связи, а люди живут. Почему? Ощущение свободы, наверное. Полной свободы. Вот там ощущаешь себя... То есть можешь ехать день-два, никого не встретить. Ну, это не страшно, ехать день-два, мало ли, вдруг какая-то поломка, неполадки. Вы знаете, это не страшит, вот, потому что мы живем на нашей планете, вот, и всегда на планете найдется механик. Ну, кроме того, есть какие-то уже навыки, появились ремонта, вот, страха совершенно нет. Страх, это, он всегда в нашей голове. Как, кстати, справляетесь вот с экстренными ситуациями, поломками какими-то, вдруг нет нужд? Нет нужной запчасти. Последний раз, когда у меня отлетело колесо, этот, в дороге, вот, открутилось и полетело, вот, я просто рассмеялся. Вы знаете, это не был исторический смех, но просто, ну, это отпустило. Значит, так надо, вот. Затем были люди, люди из Якутии, которые по дороге собирали гайки, вот. Вот, затем остановилась одна машина, другая, которые нуждали какая-либо помощь, вот, и таким образом мы не были одни. Ну, вот, кстати, говорят, Север хорош тем, что там всегда помогут. Там всегда помогут и не проедут мимо. Вот, поверьте, увидеть, чтобы кто-то стоял с открытым капотом и кто-то не остановился, там такого не бывает. Не бывает, да. Кроме того, мы сами, мы сами видим, стоит машина, обязательно остановимся. Три поездки на Колыму уже прошли, и еще будет Колыма? Трудно сказать, вот, потому что, почему трудно сказать? Мы всегда проезжаем мимо Якутии, вот, мы уже стараемся захватить ее. Якутия – это отдельная страна. В Якутии что интересно? Все. Абсолютно все. Это совершенно разные места, вот, допустим, места, где мне очень близки, это места, где отбывал ссылку писатель Короленко. Вот, мы специально заехали в поселок Амга, где он отбывал ссылку, вот, и узнали очень много интересного, вот, о том, что мы были в доме, где он жил, вот, где Якутии – очень добрые люди. Они остались добрые, вот, которые отдали свои лучшие места, лучшее место в доме отдали ему. И когда все село провожало, все село провожало его, когда он возвращался с ссылки. 12 километров шли пешком. Это притягивает, вот, узнать больше и больше. Увидеть это, потрогать это, прикоснуться, да, к каким-то вещам. И удивительное волшебство, когда ты находишься в каком-либо месте, и ты знаешь об этом месте, ты ее, ты это место, ну, чувствуешь всей своей душой, всем сердцем, и оно остается в тебе. Вот, и теперь мы, ну, друзья музея, вот, политической ссылки. Якутского. Якутского музея, да. Вот, нас всегда рады, ведь мы туда отвезли книги, связанные с жизнью Короленко. Вот, нас они вдохновляют. Галина, каковы нюансы быта в таких путешествиях? Я так представляю, что это все лежит на вас, да? Привередлив ли Владимир в путешествиях? Может быть, ему там, не знаю, каша сегодня не нравится на завтрак или что-то еще? Нет, мы оба не привередливы в этом плане. Но машина – это дом. Начать с того, что мы живем. Вы не останавливаетесь в гостинице? У нас двухместный автомобиль, и вся задняя часть – это по необходимости может быть спальня, может быть кухня, может быть рабочий кабинет. То есть все устроено так, что там складывается, раскладывается, и мы там и живем, да? То есть если дождь, можно там приготовить еду, поднять столик. Чему вы научились в путешествиях? Что вы такое? Научилась пользоваться минимумом вещей. Минимум одежды? Минимум одежды, минимум посудной, кухонной утвари. У нас есть мультиварка, которая работает от солнечной панели. То есть мы можем поставить, вариться там кашу и пойти по окрестностям погулять, сходить куда-то, что-то посмотреть, прийти, получить готовый ужин. Холодильник в машине. Автомобильный холодильничек. Если это там берег реки, берег моря, то приготовить пищу на огне тоже мы любим. Всего, наверное, попутная рыбалка, сбор каких-то дикоросов, ягоды. Ай, варенье! Варенье? Варенье. На обратном пути. Ну, этот год был не грибной, вот прошлое лето, а перед этим на обратном пути мы по всем знакомым завозили голубичное варенье. Из путешествий. И маринованные грибочки. Ну, это вариться прямо там, в путешествии же невозможно довезти, наверное, да? Прямо на косты. Ну, вы эстеты, мультиварка в путешествии. Да. Ну, это удобно. Удалось ли побывать на Колыме на местах вот именно заключения, на местах лагерей советских? Мы не стремимся в эти места. Нас туда не тянет, потому что это место боли. Просто это чувство. Вы не хотели туда, да? Нет, мы не хотели. Как целом мы не хотим. Потому что все лагеря одинаковые. Это боль. Вот. Любой лагерь, что сталинский, что нынешний, это боль. Вот. Человеческая. Вот. Но мы побывали, вот, благодаря нашему другу, хранителю памяти Колыма Ивану Паниконову, он живет в поселке Ягодное. Вот. Мы побывали в Эльген. Это на месте женского лагеря. Побывали на кладбище детей. Там было, ну, не называть, назвать дом малютки нет, но рожденные дети, они жили тоже в лагере. Некоторые умирали. Это настолько тяжелое место. Вот. Галина... Я не пошла. Не пошла. Тяжело. Да, кому-то нравится, кого-то тянет побывать на местах лагерей. Нас это не делает, нам этого хватило. Вот. Достаточно впечатлений от этого тяжелого места. Вот. Мы не заезжаем в лагеря, хотя они некоторые места известные. Мы заезжали во все поселки. Вот. Практически заехали во все поселки, которые есть на Колыме, куда ведет дорога, либо где дороги уже нет. Ну, где не здесь. Трасса, трасса тоже называется Колыма. Да. Ну, основная трасса Колыма, есть другие ответвления. К несуществующим поселкам, мы практически ко всем доехали. Вот. Вот. Везде передали привет. Нам, нас просят заехать, сфотографировать место, где люди жили. Вот. И мы, допустим, есть такой поселок спорный. Мы уже который раз заезжаем, здороваемся с детским садиком. Он на краю обрыва. Он такой восхитительный, красивый. Но он действующий? Нет, нет. Это все уже не существующее. Вот, да. Но насколько красивое место. Вот. И мы знаем людей, которые там ходили в детский садик. Правда? Да, да, да. Вот. Они с нами связаны. Вот. Мы пытаемся по просьбе людей заехать в поселок, сфотографировать то, что от них осталось. Вот. Таким образом, у нас незримая связь. То есть те, кто там жил, да? Тех, у кого там прошла жизнь, они хотят увидеть, как эти места выглядят сейчас. И у них, возможно, нет возможности. Если приехать, вернуться, хотя все хотят. Но мы им таким образом помогаем. Мало то мы, ну вот, таким образом находим друзей. Они расстались, вот, однажды, вот, мы их соединили, они жили на... Такие, да, мистические случаи происходят, когда, допустим, нас просят заедать в такой-то поселок. Ну, это было еще через инстаграм общение. А мы подъезжаем и ставим машину, потом связываемся, говорим, а где дом-то ваш? Где? Такой-то адрес. Мы начинаем искать, мы спрашиваем, а где такой адрес? Говорят, а вон машина, где белая стоит. То есть мы останавливаемся под этим домом. И это не один раз. То есть в одном поселке, в другом поселке тоже мы остановимся. И приехали как раз туда, куда нужно. Мы приезжаем, просто вот встали. Связываемся с человеком, что вот мы в вашем поселке, где вы жили, какой дом. Он называет адрес, мы смотрим, поднимаем голову, мы уже стоим здесь. Ну, это чудо путешествий. Как вы думаете, что могло бы стать возрождением Колымы, например? Туризм? Какой-то экстремальный туризм? Вот к чему привели путешествия наши по Колыме. Они заставляют думать, почему произошло. Во-первых, почему произошла трагедия. Вот, ГУЛАГ. Дальше. Почему цветущий, я называю цветущий край, Колыма. Почему она пришла в упадок в 90-х годах. Вот эти мысли постоянно возникают. Вот. И приходишь к мысли о том, что... Во-первых, мы не знаем, почему это произошло. Мы стараемся это понять. Вот. А может ли она быть возрождена только лишь тогда, когда будет желание, будет воля, воля людей сохранить те территории, которые нам принадлежат. Вот. Чтобы мы не только лишь были придатком сырьевым, а просто были развивающимся государством, бережно относящимся к людям. Видите, наше основное богатство – это все-таки люди. К этому наше путешествие приводит. Вспоминаем наше Приморье. Мы тоже путешествуем по Приморью. Ведь каждый населенный пункт, каждый мыс, залив, бухта имеет название людей, которые открывали нам, вот, расширяли нашу территорию. Вот. Это бесценное богатство, которое нельзя потерять. Вот. Когда у людей появится воля это все сохранять, тогда и будет развиваться. Сейчас Колома, по сути дела, вот, это золото добывающее предприятие. Есть гигантские, просто гигантские, которые дают золото стране. Золото будет. Вот. Все вахтовый. Вахтовый. Да, но вахтовый метод. Вот. Местные жители, те, кто еще остался, у них нет работы. Вот, это дешево. Вахтовый метод, это дешево. Но эти территории так и будут просто вот. Вахта. Это просто вахта. Ну, наша страна не может превратиться в вахту. Я бы очень этого не хотел. Я думаю, многие люди не хотят. У нас остается меньше пяти минут. Я не могу не задать этот вопрос. И зрители интересуются. Вот. А где вы берете средства, чтобы путешествовать? Есть ли такой файл в Ютубе, кругосветное путешествие на одну пенсию? Как это возможно? Ну, как это возможно? Ну, реально, мы живем на пенсию. Вот у меня военная пенсия. Ну, Галя. Ну, тоже военная. Тоже военная. Я рано ушла. А, и вы тоже военная, да? Я в 36-е стала пенсионеркой. Вот. Дальше. Мне тоже задали вопрос. Да, разве можно на нашу пенсию путешествовать, даже тоже военную? Я добавляю, что условия крайнее севера. Вот. Я люблю север. Вот. Это мое. И мы копим определенную сумму. Мы давно уже поняли, что для счастливой жизни очень немногое надо из материального. Вот. Путешествия дают нам жизнь полноценная, счастливая. Вот. Поэтому мы собираем, к лету тратим. Потом снова собираем, снова тратим. Зима – время запасов. Да, да, да. Ну, откройте тогда тайну. Куда дальше? Сахалин. Сахалин. Да. Наши планы освоить и увидеть, и рассказать нашим зрителям, нашим подписчикам, рассказать о Дальнем Востоке. Он восхитительный. Начинает при море. Ну, это правда. Сейчас мы, да, откроем для себя Сахалин, надеемся на Курильские острова, вот, и вернемся в Якутию еще раз. А потом Камчатка. Может, вам нужен какой-то телевизионный проект уже там, я не знаю, Ютуб проект. Ну, может быть, с вашей помощью. Чтобы вот показывать все эти уголки, да. Ну, на самом деле, вот, в прошлом году, получается, в прошлом летом мы не просто проскочили доехать до Якутии и начинать путешествия, а мы еще очень долго ехали и по Амурской области. Места Бама, Тинда, вот я посмотрела по вашей публикациям. Мы ехали не по трассе федеральной, а немножко за каулками. Съезжая влево, вправо. Узнали много интересного для себя. Оказывается, это не просто вот такой прогон, как обычно это место. Мы заезжаем, мы очень любим природу и заезжаем в заповедники. Вот сейчас для себя открыли несколько заповедников на территории. Хинганский заповедник. Да, Хинганский. Журавлей выращивают. Да, 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 там журавли. Да, да, да. И дальше, дальше. У нас очень много мест, которые вот стоит съехать, и ты для себя открываешь. Какие-то новые чудеса. Да, да, новые чудеса. Впервые доехали до Благовещенска. Впервые сюда проскакивали. Вот это вот, да, на обратном пути заеду, никогда это не происходит. Никогда не получается. Да, надо заехать. Мы для себя открыли, что Благовещенска уникальный город. Вот, прекрасная набережная. Лучший мир я не видел. Набережная. Вот, ну. Музея. Да, советовал бы, если мы путешествуем, ну, автолюбители, съезжать слева, право, и ты открываешь для себя. Не торопиться. Да, нашу страну, да. Не спешить. Нас этому учили. Якуты. Да. Якуты, не спешите. Не спешите наслаждаться жизнью. Я благодарю вас за беседу. Надеюсь, что многие, послушав вас, засидевшиеся дома, вдруг начнут думать и реализовывать мечты, идеи о путешествиях. И сегодня у нас в эфире были автопутешественники Владимир и Галина Ихнов. Редактор субтитров А.Семкин